МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Беларустрыной Винокультуры Витаю вас сегодня 21 мая. Мы обвестим, кто возьмёт дел в доброчинном концерте в патрымку пашукового отрада «Анёл». А лучше, что годного варта поглядеть на Беларустры, наведаем Национальный музей Дамаска. А до конца вас шакает размова с Мастаком, дизайнером, письменником Артуром Клиновым. И это далёко не всё, что мы подрыхтовали для вас. Витебский национальный академический театр имя Якуба Колоса завтра с мяродный номер. У перакладзе, сценографии и постановцы Михаила Краснобаева. На сцене театра – цирк. Режиссёр пропановывая сюжет спектакля з лёсом актёра. Каб постановка жила, артыст мусить адмовица от своей индивидуальности и стать неадъемной часткой агульного ведовища. Усмяродным номерам гармонично сполучаются театральное и цирковое мастацтва. На змену пластичным номерам фокусом клоунадзе приходит глубокий психологичный лиризм, який хавается под грымом и масками. Народному оркестру Университета культуры и мастацтва 40 год. Знаковую дату артысты отцветковали на сцене Белдярж Пелармонии. На юбилейном концерте побывала и наша сдумышная группа. Сорок годов Белорусский народный оркестру Университета культуры и мастацтва выполнила симфонии, романсы и хюли. За гэтый час коллектив даў сотни концертов, выступав за мяжой и завоевав лепшые тытулы. Я горжусь, что этот коллектив один из первых получил те звания, которые не получал ни один коллектив от Беларуси. Мы впервые получили гранд-премию президентского фонда. У нас очень много достижений. Но самое главное, чем я горжусь, что мы сохранили национальный дух, который есть в этом оркестре. Мы верьми ганарымся гэтым оркестрам, потому что заховываючай нашу беларускую национальную музыку и заховываючай музыку наших беларуских авторов, мы развиваем нашу музычную культуру и выховываем наших студентов, чтобы они смогли гэтые веты и гэтые навыки, умения, которые они набыли у оркестры, нести далей и заховывать разом за своими учнями. На сегодняшний день коллектив сформировал уникальный репертуар. Мы очень любим ту музыку, которую написал Виктор Малах. Это народные такие экзорцизы на всякие музыкальные эксперименты. Это очень красочная музыка. Мы играем музыку классического беларусского наследия. Мы играем Смольскому, мы играем Глебова. Мы играем то, что является брендовой музыкой. Мы играем музыку Ермаченко. Мы играем музыку Пьяцову. Мы играем музыку современных авторов. За 40 годов оркестр выгадовал амаль тысячу музыкантов, а леудельники коллектива ведают, что это только начаток. 30 мая в Минском городском палаце культуры пройдет доброчинный концерт под трымку Пашукова выртовального отрада «Аньол». В программе выступлений Дмитра и Георгия Колдунов, Александра Патлиса, Куртатя Ниталка и других выканавцев. Так само на ведвельника учакаюсь. Катание на мотоциклах и фотосессия с поплечниками ветра, шоу «Мимо» и другие забавляльные мероприемства. В бегучем месяце Музей истории белорусского кино ладит персональную ретраспективу памяти режиссера Марлена Хуцеева. Так, 29 мая можно поглядеть стушку 1970 года был месяц май с Александром Аржуловским, Пятром Тодоровским, Сергеем Шакуровым в уголовных ролях. Гэта послевоенная драма по сценарии Рыгора Баклана вастворенная по водле его оповяданне «Пачым фунт лиха». Камерный сюжет просякнутый авторскими развагами про тое, что память – обовязок у всех, кто живет. Выкористанная в фильме кинохроника, поширая приватную историю, включая в ее контекст часу. Стушка отзначена призом интербачений, призом за режиссуру на Международном кинофестивале телефильма в Празе. Завтра ввечер у одним из столичных клубов «Гурц Плин» покаже великое шоу, присвеченное выходу чергового студийного альбома «Сустречная полоса». Релиз его отбылся летось 25 мая. Это 15-я номерная пластинка команды, створенная в традиционном стиле психоделичного сюрреализма. А прочь музыкантов «Гурта» у ее записи взяли у дел запрошенные выканавцы – струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты. У сего у трек-листу вошло 11 песен грозных по настрою и атмосферы, але злучшенных одним лейтмотивом. Яны и прогучать заутрашним вечером. Что раз в житё подкидывая ему новые задачи, які треба выращать, новые пирожкоды, які варто переодолевать. Тем самым формирующий человека. Именно витах гэту якость життя, и он ценить больше за все. Заслуженный артист Республики Беларусь на только тяню герой программы Камертон «Завтра у 9.20 ранится на Беларусь-3». Каждый раз жизнь всё время подкидывает какие-то новые-новые-новые такие задачки, которые приходится решать, новые качества, которые в жизни происходят. Они, безусловно, отражаются и на мне, как на человеке. У музея Дамваньковича упрацуя выстава в образы эпохи у творах Чеслова и Станислава Манюшкау. На ней представлены в окладке нотных сшитков сына и аркуши с малюнками з альбома у батьки со сбором музычного товарыства имя Станислава Манюшки в Варшаве. Сюжеты малюнка узяты с аштадзённого життя. Гэта выявы сядзи бытовых сцен людей з ягу аточэння. Сыну пять годов жу гимназиста, жёнки-эльжбэты з маджарскіх, сваяков мюллеров. Завтра у музея майстерни Зайра Азгура пройдя концерт капеллы Олеси Лося 3А. 3А – это уласна майстер музычных инструментов, этнограф Олесь Лось. Режиссёр театра «Живое слово» Олеси Сивохіна и аккордіоністка Алина Страшкевич. На ведальнікам будя працтавлена праграмма «От дуды до рояля». Лекция-концерт, што раскрыває гісторую музычных инструментов, працентує беларускай этнічну і класічну музычну культуру. Культурная прастора ОК-16 запрашає заутра на выставачно-мультимедийный праект «Беларусь 433. Город Сонцца.0». У ягу основу легла книга «Мінск. Провадник по городі Сонцца» беларускага письменніка і мастака Артура Клінова. Кніга розповідає гісторую чалавека, народженага ў Савецкім Мінску. Гісторую про то, як тяжка отшукать собі ў разбурным городі альбо місце, што немає пам'яти. Авторы спектакля Таня Артімовича і Антон Сорокін пересенсовують ідею, спробують отшукати ёй в образі сучасності. Після постановки відбудеться зустріча з письменніком, а уже наприкінці программы ви зможете почути усе саме цікаве з нашої розмовы з Артуром Кліновым. А зараз подікавимся, які культурні події відбуваються за межами нашої країни. У Національному музію Дамаска представлена копія фрагмента алтара храма Баала, який був одній з жемчужин Пальмиры. У 2015-м годі ісламські боєвіки амальцалкам зруйнавалі центральну частку побудовы. Італьянські навуковці аднавілі частку алтара храма Баала, галонай святыня старожитнага сірийскага горада Пальміра, якая была амальцалкам розбуранай ісламістамі 4 годы тому. Спеціалісты зробілі копію фрагмента, обапіраючыся на трохмерный малюнок реліквій. Довжыня експаната 4 метры. Створаны ён з пластыка і апрацаванага каміння. Спачатку мы хацелі даць такі емаціональны адказ на разбуранні реліквій боєвікамі. Потім гэта стала навуковым експериментам. Мы хацелі зразумець, ці махчыма аднавіць страчаны. Пальміра знаходзіцца ў адным з аазісів сірийскій пустыні. Разбураніх каштованістя ў Пальміры. Тяхам трохдюн ў Брэсті пройдя 4-й міжнародний феставаль маэстроў мастацтва ў стракаты «Тюльпань-2019». Ужо выкуплено більш запаловы квітков. Найбольшій популярністю карыстаецца вечар балета прайсвечэны пам'яці Алексія Овечкэна – джаз-альтернатыва з гуртамі «Бэстер Квартэц» з Польщы, Грэйхаунд Бэн з Германии, беларускім «Эпл Ті» і вокалісткай з Германии Сабіна Эсь. Спеціальны гость вечара – мастак-авангардыст Марына Камінскі, Італія. З бляжайшых мерапріемцтву 30 мая ў Театры Драмы пройдзе вечар з Михайловскім, якім восьмытю дзел салісты оркестра натуральна Михайловскага Театра. Серый эксклюзівных концерта ў пройдзе на пляцовце кастёла Могилёва ў межах фестывалю «Маготны Божы». Так, у выкананні першага беларускага арганнага дуэта з Мінска Юрая Габруся і Варвары Царук прагучыць музыка Ёсы, Баха, Бетховіна і іншых композиторав. А 25 маю кастёлі выступіт лаурат міжнародных конкурсов Растислаў Выграшэнка, Польща. У Гомельской картінной галерее Вашчанкі працюе выстава лакавый миніатюры і вышывкі мастацтва Паліха з фондаў Дзержаўнага музея Паліхскага мастацтва. Рядомысть російському мястэчку в свой час прынесла іконапіснае рамыство. Пасля рэвалюціі тут арганізавалі артель па роспісі вырыбу з папье-машею і вышывальныю фабрыку. В експозиціе божза 80 роспісных работ, створаных пачынаючыз 30-х годов минулого стагодзе. Шкатулкі, куфэркі, брошкі, брэнзалеты і іншэ. Таксама на выставі працтавліна некалькі дзісятку повышытых прадметаў – рушнікі, сукенкі, строй. У культурны прасторы ОК-16 пройдзі спектакль «Беларусь 4.33. Горад Сонца.0». Паводлі кнігі Мастака, пісьмінніка, дызайнера і сценариста Артура Клинова. Ми зустрілися з ним, обмарковали концепцію спектакля, а таксама новий проект – «Артвістку Капторуны». Здравствуйте, Артур! В 2005 году был создан ваш роман «Минск. Город Солнце». Если представить его написанным сегодня, он мог бы быть ощутимым? С одной стороны, как текст, он бы вряд ли был бы другим, потому что в этом тексте я попытался создать объяснение Минску, создать миф этого города. А этот миф начинается практически тысячи лет назад. А что касается визуального ряда, то да. Минск очень сильно изменился за 13 лет. А я же начинал с альбома. Я же город снимал, и во время этой работы я рефлексировал над темой и пытался его объяснить. Так вот, тот Минск, который я отснял – уходящий город в той эпохе. Сейчас Минск изменился. Те же улицы, те же проспекты, те же здания. Не будут ввести в другую ауру, атмосферу. Это будет просто, ну, что-то иное. Десять лет назад вы выступили инициатором общественной программы «Город Солнце-2». Все-таки реальны ли шансы ее реализации? Пока еще да. Потому что, с одной стороны, мы имеем вторжение агрессивное в среду города, объектов, которые возрушают, как, например, отель Кемпинский. И город теряет свою уникальность. С другой стороны, очень медленно происходит понимание того, что эта арктура имеет ценность, что она важна, и ее надо сохранить. То есть он имеет огромный потенциал стать таким же притягательным для людей со всего мира, как великие города, такие как Париж, там, не знаю, Рим, Лондон. Авторы проекта «Беларусь-4.33. Город Солнце.0» представляют уже другое поколение белорусов. Насколько расширился их взгляд на город, страну, состояние, атмосферу? В целом, как Татьяна Артемовича и Антон Сорокин переосмыслили проект? Как раз то, в случае, когда новое поколение переосмысливает «Город Солнце» уже со своего ракурса, то есть своего фокуса. Потому что я бы, конечно, если бы ставил эту пьесу «Город Солнце», я бы сделал ее по-другому. Потому что для меня «Город Солнце» — это другое переживание и другая эпоха. Спектакль очень контрапунктный, он состоит из множества всяких пластов и нескольких тем, которые переплетаются достаточно сложно. И идет не только разговор о Минске, о «Городе Солнце», а еще идет попытка сделать несколько параллелей и сравнить это с опытом Варшавы, опытом Штутгарта. То есть эту тему расширить на эту эпоху, на несколько других городов. Артур, мне кажется, за последние 5-6 лет белорусское арт-пространство заметно поменялось. Интересно ли вам в нем работать? В последние годы я больше занимаюсь литературой. И арт-деревни Капторуны — это тоже арт-проект. Мы проводим каждый год литературный фестиваль международный. У нас было три пленера художественных. Два года мы проводили кинофестиваль малобюджетного, авторского, фигментального кино. Мы планируем и фестиваль резинерской музыки, и театральный проект, и, конечно, и пленеры, и арт-резиденции, и так далее, и так далее. Мы сейчас строим в Капторунах малый Капторунский театр. Это будет первый сельский театр, наверное, за последние лет 100. Там будут не только театральные постановки, можно провести концерты, и какие-то пленеры, акции, семинары, то есть вот все, что угодно. Вы автор, если не ошибаюсь, трех романов, и в феврале этого года в вашем аккаунте в соцсети появилось скромное «Закончил новый роман». Называется он «Локисов». Есть такой известный роман Проспера Мариуме о Локисе, о «Медведе-оборотне». Корни этой легенды находятся в Беларуси. Это старолитовский миф, но родина Локиса находится на истории современной Беларуси. Я попытался написать историю современного Локиса, героя нашего времени. Авантюрная история, как мне кажется, очень смешная, временами очень страшная, и должна быть очень белорусская. И «Локисов» — это, по сути, немножко прототип белоруса каждого. Кстати, этот роман очень киношный, я надеюсь, что он может быть коронизирован. По сути, это такой белорусский «Твин Пикс», когда долго пытаются разобраться, кто же съел кассиршу Зину из Центрального гастронома. А насколько реализована на сегодняшний день ваша серия «Коллекция партизана»? Мы планируем издать 32 альбома. Каждый альбом имеет свою букву, и все вместе они должны составить такой алфавит современной белорусской искусства «От А до Я». Но должно было быть еще продолжение, потому что в Беларуси так много интересных авторов, что в 32 альбом их не вместить. Но мы хотели хотя бы для начала дать ретроспекцию контемпори-арт, экспериментальную искусство за последние несколько десятилетий. Нам удалось издать 16 альбомов. Каждый альбом уникальный, и в каком смысле энциклопедия. И ретокультуру мы просто нигде, кроме этой серии, не найдем. Никаких других печаных изданий, альбомов и так далее, и так далее. Спасибо, Артур, за вклад в белорусское искусство. До встречи на проекте «Беларусь 4.33», «Город солнца.0» и, конечно, в Капторунах. На сегодня это все. Глядите новины культуры не только на телеканале «Беларусь 3», а и на нашем YouTube-канале. Разом с нами будьте у курсе самых значных подей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин